Ну что ж, и всем привет, с вами Вечтавсин, и сегодня мы продолжаем проходить игру «Назад в будущее», и это у нас пятая серия четвертого эпизода. Ну что ж, мы, собственно, вышли из бара, и сейчас мы увидели, как мимо нас проезжал Марти на трамвае, поэтому, я так понимаю, мы сейчас побежим за ним. Ну что ж, поехали. Марти вернулся, это очень даже хорошо. Хорошо, так, что мы здесь можем сделать? Плакат можем посмотреть. Не знаю, нужна ли она, нет? Курица 28, курица в каждой кастрюле. И как же это могло сработать? Ну как, как? Это как с Жириновским, у него тоже лозунг был «Еда должна быть в холодильниках, а не на прилавках». Так, отлично. С тобой проблема, с женщиной, но у женщины у меня появилась новость. Макфлай вернулся. Может быть, эта немножечко сдвинет с мертвой точки. Так, что-нибудь случилось? У меня для вас есть отличная новость. У меня для вас сенсация. Да? Какая же? Инспектор Паркер исправился. Да? Правда? Уже очень скоро. Подождите немного. А, понятно. Еще история. Трикси Тротта раздала малыша властям. Очень интересно. Это правда? Она действительно перешла на нашу сторону? Уже очень скоро. Подождите немного. Так, еще. Макфлай вернулся. Я не могу рассказать ей об этом. Он может попасть. Ну да, это достаточно серьезная проблема. Так, хорошо. А куда у нас мог вернуться Макфлай? Мне очень интересно. Канцелярские товары. Че-че-че? Че-че-че? Закрыто на ночь. К счастью, визитки мне сейчас совершенно не нужны. Хорошо. А че у нас дальше? Дальше у нас парикмахер. Даже если бы они работали, стричься мне все равно некогда. А еще там наверняка стригут слишком гладко. Слишком гладко. Так, ну давайте зайдем к доку, посмотрим, что там вообще происходит. Скажем, что Трикси готова встретиться и рассказать все, но только Макфлай. В чем дело? Паркер пьян. Док, Паркер гораздо в худшем состоянии, чем мы думали. Мы настолько испортили ему жизнь, что будущая бабушка Дженнифер его бросила. Я знаю. Марти, нет ничего важнее, чем вернуть Паркера на путь истинный. Если Дженнифер не родится, я никогда не возьму тебя в 2015 год, чтобы спасти твоих детей. Какой 15? Ладно. Эммит плюс Эдна, объясни мне насчет Кита Танана, я видел Артура. Я его видел? Кого? Дедушку. Пару минут назад в трамвае. Так, мы должны найти его. Почему? Трикси уверена, что у нее есть компромат на малыша, но только Арти может уговорить ее им воспользоваться. Мне кажется, она ему очень доверяет. А, так вот в чем дело. Когда твой дедушка на два месяца уехал из Хилл-Вэлли, связь между ним и Мисс Троттер прервалась, что и привело к временной линии, в которой Трикси так и не решилась предать Танана. Да, мы должны найти твоего дедушку. А где он может быть, блин? Арти не появлялся? Пока что я его не видел. Класс. Ладно. Хорошо, будь осторожен. Я просто не знаю, где его искать. Не в кинотеатре ведь, а в Тос Востока. Может быть, Артур там? Ну, да. Вот у меня такая мысля. Мне его не найти. Внутри темно и слишком много народа. И все? Вряд ли в этом есть смысл. Не думаю. Ну, так, чисто поражать. Если уж разбивать бутылку, то обязательно... Арти может быть там, но там темно. Так, хорошо. Там темно, там темно, там темно. И вот теперь у меня вопрос. Каким образом Эммит оказывается то там, то тут? Мне, допустим, сейчас абсолютно не надо, чтобы он оказался на крыше, а мне надо, чтобы он оказался... Именно. Но я поня... О, Эйнштейн, кстати. Да! Эйнштейн, ну-ка, понюхай-ка трубку. Эй, приятель, как поживаешь? Хороший пи... Понюхай трубку. Это я, насколько знаю, умеешь искать. Эй, приятель, понюхай. Ищейка-то хорошая. Только надеюсь, ты мне табак не найдешь. А вот и решение. Я и носа наружу не высовываю, инспектор. Но можно же иногда сходить в кино? Ой, дебила. Инспектор? Я провожу его. Но... Но... Мы можем поговорить в ночлежке. Подальше от чужих глаз. Да, Эйнштейн. Ха-ха-ха-ха. Так, ну что, теперь давайте, наверное, пойдем уже к... Доку. В ночлежку. Возможно, тоже перетрем, если получится. Эй, док, мне нужна помощь. В чем дело? Арти все еще здесь? Он в ванной. Эй, Арти, открывай. Ты должна безвредить преступника. Мне пора встретиться с Сильвией. Нет, пора тебе встретиться с Трикси. Трикси говорит, что у нее есть бумаги, с помощью которых малыша можно упрятать за решетку. Но она доверяет только тебе и хочет со мной. Ой, и что она... Ааа, я знаю, что она сделала. Умный ход. Ха-ха-ха. Не хочешь просветить нас по поводу секрета? Простите, парни, но если Трикси не хочет об этом говорить, то и я ничего не скажу. Очень хорошо, мистер Макфлай, но если вы с Трикси хотите вместе поработать над этим делом, нам придется организовать свидание. Видишь ли, Трикси прикована к пар... Значит, нам придется отвезти Артура к Трикси. Нет, я и на пушечный выстрел не подойду больше к этому заедению. Даже не понимают, как вы меня уговорили. Просто побудь пока тут, в тени, и не выходи, пока не увидишь Трикси. Вы уверены, что здесь мне ничего не угрожает? Здесь абсолютно безопасно. Мы бы не стали подвергать вас ненужному... Сахан. Ялыш. Ага, ненужному, конечно. Все нормально. Может, ему лучше в мусорные ведра... Не знаю, запрыгнуть. А как я заставлю ее выйти-то? С возвращением, сэр. Да. И тебя так же. Как же заставить Трикси сдать малыша? Эй! Я же на лифт нажал, а не на выход. Черт побери. Так, ну давайте сейчас быстренько подсказнику используем. Я просто что-то не совсем пока догоняю. Тоже, как на моих... С возвращением, сэр. Как там их пересечь? Как же заставить Трикси... Как нам их пересечь? Ага. Ну понятно, просто сказать ей для начала надо. Это, в принципе, правильно. Трикси? Да. Угадай, кто ждет тебя на улице. Арти? Единственный неповторимый. Не так-то просто было его отыскать. Прикрой-ка меня, биток. Схожу по курю. А, и все? Молодец, девчонка. Эй, ты! Ах... Да, козер. Я видел, как ты строил глазки мои Юнис. Ты что, дурак? Прости, дружище. Некогда мне с тобой драться. Такими темпами нескоро я попаду в Карнеги-хоу. Ну, приятель, думаю, с тебя хватит на сегодня. Эй, куда это ты собрался? Я? Да, ты. Что ты об этом знаешь? Ничего, я... Твою налево. Трикси? Антракт закончен, биток. Как скажешь, детка? Что это было? Убили, блин. Арти. Ой, твою мать. Ой, твою мать. Что же вы такие все палевные-то, а? Ну, кошмар, конечно, началось. Арти? Хе, ты пропустил такой спектакль, парень. Малыш, что случилось? Хо, тебе это понравится. Итак, вываливаюсь я из клуба, и вдруг мне неожиданно приспичило отличь. Сворачиваю я в переулок, и кого там вижу? Эту вонючую крысу, сдавшую меня по повестке. Арти Макфлая. И прикинь, этот червяк, как заговорщик, шепчется о чем-то с кем бы ты думал? С моей Трикси. О, нет. Естественно, достаю я свою пушку, и только собираюсь всадить пару пуль Макфлая в башку. Хватит, и даже кровь носом пошла, он же всего боится. Как вдруг, как вдруг... Что? Трикси буквально падает на колени и умоляет меня не убивать его. Ну и? Нет, правда. Падает на колени, рыдает и умоляет не трогать Макфлая. И что же ты сделал? А что я мог сделать? Только два выстрела в воздух и приказать Арти исчезнуть. Как милосердно. А, гребенами я само милосердие. А теперь еще и Трикси у меня в долгу. В огромном долгу. А малыш-то нам всегда взыскивает долги. Всегда. Ох, еди ты, твою мать. Ладно, хоть живой. Пойдемте к... Эммиту. Твою налево. Надо же было так лохануться. Чего они такие палевные, реально? Это кошмар. Док, я очень надеюсь, что он к тебе побежал. Если нет, то это будет беда. Эй, Док, мне нужна помощь. В чем дело? Свидание закончилось провалом, Док. Танан застукал Трикси и Арти в переулке. Трикси упросила его не убивать Артура, но теперь... Тебе нужно поговорить с ней, пока она не наделала глупостей. Эх, ладно, ладно, ладно. Будь осторожен. Как только я ее говорю, понятия не имею. Ну, давайте попробуем. Мне самое интересное, Танан даже не удивляется, что я что-то тут бегаю, выискиваю. Ну, пофиг. С возвращением, сэр. Как же заставить Трикси сдать малыша? А что у нас есть? Полица есть. Трикси? Да. Я говорил с малышом. О? Он рассказал мне про Арти. О. Это замечательно, что ты попросила не убивать его. И не менее замечательно, что малыш согласился. Теперь ты понимаешь, почему я хочу избавиться от компромата. Я же не смогу его предать, если он сдержит свое слово. Так. Хейсис Дайканана. Малыш пощадил Арти. Но это же не делает его святым. Поверь, никто не знает об этом лучше меня. Но раз уж малыш отпустил Арти, то и я в свою очередь могу предать его с ним. Ого, господи, кошмар. Вот это вообще тупо. Насчет Артура Макфлая. Что с ним? Ты с ним говорил? С ним все в порядке? Да я понятия не имею. Мне кажется, с ним могло случиться что-то плохое. Что? Ты хочешь сказать, малыш нарушил свое обещание? Увы. Ты не ошиблась. О, нет. Бедный Арти. А, слышите, кстати, да, вариант. Бедный, милый Арти. Я знаю. Какой же малыш подонок. Ему это не сойдет с рук. Ты собираешься пустить в ход компромат? А как же? Сейчас мы. Подожди. А чем ты докажешь, что малыш избавился от Арти? Это всего лишь догадка. Оставь свои догадки. Понятно. Понятно, понятно, понятно. А что я действительно могу сделать? Кровь-трубка. Ну, точнее, кровь на трубку нанести. Ну, как вариант. У меня же есть труп? Давай уже. Да, я могу испачкать кровью трубку Арти, чтобы Трикси подумала или нет. Так ее не одурачить. Она вспомнит, что отдавала трубку. Ну, а что у нас еще вещи? Есть у Артура вещи? А почему нет? Давай попробуй. Я могу не одурать. Блин, но у меня нет вещей Артура больше. Может, тут что-то он выбросил? Нет. Нет, нет, нет. Куда Артур мог пойти? Черт побери, тебе. Сык он хренов. Опять в кино? Никак не могу привыкнуть к тому, что мой отец и дедушка так похожи. И что я... Да, ну. Че, реально? Вряд ли. Ну, они ж похожи, блин. Зачем ты тогда это сказал вообще? Так, ладно, давайте, чтобы сильно не трахать мозг. Точная копия молодого Джорджа Махлая. Это я понял. Зейн может нарисовать критикатуру на вашу... А, точно, да-да-да-да-да. Все верно. А я заодно повешу ее на стену. Точно, 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 точно. Никак не могу привыкнуть к тому, что мой отец и дедушка так похожи. Он, понимаете, он вроде иногда дает подсказки, но иногда он дает их слишком либо поздно, либо вообще никогда. А ты мог бы нарисовать портрет от его парня? Легко. Эй, да он похож на эту крысу Арти Макфлая. Хм, никогда раньше не замечал. Послушай, а можешь пририсовать ему шляпу, как у Арти? Вуаля! Отличный рисунок! Расскажи об этом писакам из Нью-Йоркера. Ну да, ну да. Вряд ли кого заинтересует этот шарж, если только не поверишь. Ну, я понял, заменить свою фотографию на его. Кстати, так-то неплохо нарисован прям. Прости меня, папа. Ну все. Теперь мы можем без проблем Трикси сказать, что... По-моему, что-то не так. Не знаю, как тебе об этом сказать, но думаю, тебе стоит взглянуть на стену славы. Зачем? В чем дело? Арти! Я не могу поверить. Мы же договорились. С Арти все должно было быть нормально. Даже не знаю, что сказать. Хорошо, я согласна. Упланирую совпаду налогов. Что? Арти учил меня всяким вещам, пока был жив. Литературе, истории, бухгалтерскому учету. И я сделала большое открытие, копаясь в документах малыша. С этим заведением не все так чисто, как надо. Естественно, ты не поверишь. Да, я знала про все эти бандитские штучки. А чего еще ожидать от такого, как малыш? Но когда я узнала, что он не платит налоги с доходов от своего подпольного бизнеса, обманывать государство это уже перебор. Как только я передам это в полицию, его вмиг прищучат. Вот эти документы. Эй, полицейский! Полицейский че-то как-то не очень озабочен. Слышь, ты пьянь сраная. Его это не интересует, как обычно. Половина городской полиции куплена Тананом. Дайте мне пару минут над ним поработать. Мне кажется, он скоро придет в себя. Не возражаешь? Хочу немного поразвлечься. Мне кажется, вы должны на это взглянуть. Ты что, спятил? Зачем ты притащил в мой клуб динамит? Дело в том, что он тут повсюду, босс. Кажется, наш поджигатель снова собрался нанести удар. Это не круто. Да, ладно, ладно, ладно. Так, ну что ж, ребятки. Давайте, наверное, на этом уже серии будем завершать. В принципе, мы сделали достаточно много. Повидали Трикси и Арти. И Арти остался в живых. И, соответственно, мы пожаловались. Кому там, пожаловались. Ну, попытались, короче, чтобы Трикси встала в нашу сторону. Она, в принципе, стала в нашу сторону. Давайте на этом будем уже серию заканчивать. С вами был H2C. Это была игра «Назад в будущее». Эпизод 2, серия 5. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok